А в Латвии может появиться новое здание для общественных СМИ, телевидения и радио. О том, что редакции должны работать под одной крышей, говорилось давно. Национальный совет по электронным СМИ надеется привлечь средства из фонда восстановления ЕС. Зачем радио и телевидению новый общий дом, когда у каждого есть два собственных, расскажет Сергей Герасимов. Здание латвийского телевидения на Закисале начало работать в ноябре 1986 года. Тогда это был новый студийный комплекс. Сейчас экскурсии на ЛТВ не проводят, но я вам устрою небольшую. Современное фойе, гардероб, кафе для сотрудников и гостей, система пропусков. А дальше все в духе любой советской административной многоэтажки. Интерьер ни с чем не спутать. Правда, есть и современные веяния. Здесь у нас такой интерьер. Зелень, бетон. Стены в стиле лофт образовались сами по себе, когда несколько лет назад работники демонтировали старую опадающую отделку. А что современно? А вот пустые помещения и трещины в полу совсем не современно. Здание, которому уйдет уже четвертый десяток, капитального ремонта не видела. Конечно, технические помещения на то и технические, чтобы не ослеплять красотой. Но, к примеру, вот в этом коридоре вскоре все стены будут в стиле лофт. Те, кто работают на заднюю салли подольше, говорят, что раньше в этих помещениях располагался механический цех. Токари, слесари, фрезеровщики. Все, чтобы ремонтировать оборудование, освещение своими силами. Сейчас этого больше не делают. Конечно, нас самое необходимое средство в госбюджете находят. Например, когда полностью выходит из строя выпускающий комплекс. И передачи просто не появляются в эфире. Глава Совета по электронным СМИ Ивар Саболинч говорит, что средства на строительство нового здания для общественных СМИ и радио, и телевидения можно получить из фонда восстановления ЕС. И есть, по сути, два варианта. Строительство нового здания с нуля или серьезная реконструкция существующего телецентра с целью сюда же из Старой Риги перевести и радио. По нашим подсчетам, для строительства нового здания нужно 56 миллионов евро. Для реконструкции здания на Закюсале – 52. Сейчас как раз был момент, когда можно было подать заявку на частичное или полное финансирование из Европы. Было бы безответственно его не использовать. Вот это вторая студия, из которой в эфир выходят наши вечерние новости. Новости и еще почти все остальные передачи «Русского обещания». Маленькая пятница, личное дело, кроме них еще 3-4 передачи с канала ЛТВ-1. Нехватка студий – одна из причин, почему руководство ЛТВ склоняется к варианту со строительством совершенно нового здания. Да, мы не занимаем всю площадь здания ЛТВ, но мы не занимаем как раз площади офисные, как раз производительные площади. Нам самим не хватает. Если сюда переезжает радио, у них свои требования, им тоже нужны студии. И действительно, исторические интерьеры бывшего здания Рижского коммерческого дома, в котором сейчас расположено латвийское радио, покидать, конечно, жалко, говорят тут. Но самый болезненный вопрос – первая студия с уникальной акустикой. Подобный новый проект не предусматривает, говорят в радио. Сейчас рабочий вариант подразумевает, что первая студия может остаться здесь, на Домской площади. Но это же не одно помещение, тут целая инфраструктура. Если одно помещение оставить для радио, то что будет с остальным зданием? Будет стоять пустым? Первая студия будет сохранена, возможно, там же, где она находится сейчас, возможно, в другом месте. Каждый, кто говорит, что это не так, вводит людей в заблуждение. Какой вариант строительства здания СМИ выбрать, правительство должно решить в октябре. После чего весной Европейская комиссия решит, отвечает ли эта задумка критериям для получения финансирования. Если да, строительные работы нужно будет завершить к 2026 году.